Друзья мои, всем привет! Очень рада видеть вас сегодня на своём канале. С вами Ольга Придухина. Сегодняшнее видео я хочу посвятить вот какой очень интересной теме. Действительно, вышло исследование, которое меня просто немножечко удивило, поразило, как хотите, называйте. Смысл этого исследования заключается в том, что самооценка напрямую влияет на оргазм. То есть, друзья мои, если вы ничего не чувствуете во время половых ваших отношений, во время секса, возможно, проблема в том, что у вас есть какие-то психологические проблемы. Может быть, проблема с самооценкой и так далее. Поэтому сегодня у вас или у вашей партнёрши давайте сегодня поговорим на эту очень непростую тему. Дорогие мои, я не так давно опубликовала новую, очень интересную статью в своём телеграм-канале. Там я выкладываю очень интересные, уникальные статьи, уникальные видео, провожу опросы. Поэтому, чтобы нам с вами быть постоянно на связи, не забывайте обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я буду очень рада вас всех видеть. Первая ссылочка в описании, то есть ничего платить не нужно, безусловно. Всё абсолютно бесплатно. Вы переходите, подписывайтесь, и мы с вами будем всё время на связи. Поэтому я вас всех жду. Обязательно переходите. Ну что, друзья мои, давайте всё-таки поговорим о самооценке. Самооценка может быть очень завышенная и, наоборот, очень низкая. И вот сейчас действительно у женщин я вижу такие две очень сильные грани. У многих женщин очень завышенная самооценка, да? Что вот есть я, я центр вселенной, а все остальные там так вокруг меня где-то ходят, да? То есть есть такой вид самооценки, есть самооценка, наоборот, более, точнее даже не более, а очень занижена. И для, на мой взгляд, это тоже определенная проблема, когда настолько сильно занижена самооценка, что женщина постоянно себя как-то вот принижает и, соответственно, считает, что она недостойна. Она недостойна познакомиться с мужчиной, она недостойна вступить с ним в какие-то отношения. То есть она абсолютно ничего не достойна. Это тоже такая целая проблема. Проблема действительно серьезная, потому что когда вот такой перепад прямо из одной крайности в другую переходит, действительно это не очень хорошо, да, когда и очень низкая самооценка, и, наоборот, завышенная. Когда завышенная самооценка, человек ставит себя превыше других, да? То есть вот я есть центр вселенной, все мне должны. Соответственно, чтобы испытать удовольствие, да, женщина думает, что ей все должны доставлять удовольствие. Вот она создана, она центр вселенной, а ей должны доставлять удовольствие. То есть, на мой взгляд, это тоже такая целая прямо очень серьезная проблема. Поэтому она не, то есть, не дает даже возможности как-то проявить сомущение и, соответственно, полностью на корню глушит все вот эти вот возможности. Наоборот, с низкой самооценкой тоже очень много проблем, да? Почему? Потому что, действительно, многие думают, что, ну, я недостойна, я недостойна найти мужчину, я недостойна получить удовольствие. Вот мужчина такой весь вот классный, да, а я не получаю удовольствие, потому что вот я такая вот не очень сама по себе. Очень также страдают эти мужчины, да, то есть, мужчины с завышенной самооценкой, что все, я все могу, я все, 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 я главный, вы тут все мне должны, обязаны. Почему я так всегда говорю? Потому что все-таки в отношениях, в любовных отношениях не должно быть такого, да, что вот есть один какой-то главный, а второй это так, там не пойми чего, кто-то кому-то подчиняется. Я это крайне не рекомендую, потому что это очень сильно сказывается на вашей сексуальной жизни в том числе. Отсюда будет целый ком проблем. Это и различные проблемы сексуального характера, это и различные проблемы потом с репродуктивной функцией, с деторождением, с потенцией. У женщин огромный ком различных гинекологических заболеваний, поэтому действительно проблем может быть очень-очень много. И, конечно же, последние исследования подтвердили, что люди с низкой самооценкой действительно не получают никакого абсолютно удовольствия в постели, потому что у них стоит блок, у них стоит очень большой комплекс, что они полностью себя как бы вот от этого оберегают, что все, да, я никому не нужен или я никому не нужна, поэтому там вот появляется такое огромное количество разных проблем. Соответственно, люди с высокой самооценкой также, да, что я недостойна, я недостоин, соответственно, там он недостоин, я достойна лучшего, я достойна лучшего мужчины, я достойна лучшего секса, я достойна лучшего всего вообще в жизни. С одной стороны, это, безусловно, хорошо, да, но во многих аспектах, когда мы говорим про любовные отношения, когда мы говорим про сексуальные отношения, очень такую сильную завышенную самооценку также как бы сказывается и влияет очень негативно. Поэтому вот мы таки разобрали две прямо яркие крайности, да, из крайности в крайность. Поэтому мне очень интересно знать ваше мнение, что вы по этому поводу думаете. Обязательно мне напишите в комментариях, как вот по-вашему, может в жизни у вас есть такие примеры, с которыми вы встречались. Тоже очень интересно знать, поэтому обязательно пишите. Также, дорогие мои, я напоминаю, что совсем скоро у меня выходит новая книга. «Мой мужчина, моя крепость». Книга про отношения. Книга про взаимоотношения. Про сексуальную энергию. Как улучшить вашу потенцию, вашу эрекцию. Как сохранить ваше сексуальное здоровье. До стольких лет, что вы в любом возрасте можете спокойно вступить в любой сексуальный контакт и доставить своему партнеру удовольствие. Поэтому я вам уже крайне ее рекомендую. Уже возможен предзаказ. Ссылочка в описании. Поэтому обязательно переходите, заказывайте. Я уверяю, вы не пожалеете. Также жду ваше мнение в комментариях. И до новых встреч. Пока-пока.